Привет, я Настя и приветствую вас на канале Стадии Словакии. Сегодня я хочу вам помочь разобраться в арендных платах и ипотеке для иностранцев в Словакии. Сначала я хочу вам рассказать о том, как работает арендная плата. В платежи включены арендная плата и энергия, и она через 12 месяцев почти давается, сколько энергии, вот это электричество, газа и воды было использовано, и выполняется баланс. Если какие-нибудь деньги были переплачены, они вертаются съемщику. Также необходимо внести залог, например, за ущерб при аренде или оплате энергии и так далее. Обычно в какой-то период арендатору нужно сообщить о том, что мы отказываемся от аренду, и вот это надо сделать 2-3 месяца перед тем, как мы съезжаем. Отсчет начинается с первого числа следующего месяца после обливения об отказе. Многие иностранцы обращаются за помощью к агентам, которые обычно снимают одну ежемесячную арендную плату только в качестве комиссии, и она вообще не возвращается. Цены за аренду разные и снизились чуть-чуть во время пандемии. Многие квартиры, например, на страничке airbnb.com предлагаются долгосрочным арендаторам, и самые дорогие квартиры на квадратный метр – это однокомнатные квартиры и двухкомнатные квартиры в крупных городах. Если вам когда-нибудь понадобится какое-то жильео в Словакии, так его можете найти на страничках как www.pazush.sk, так тоже www.pazush.sk, может и www.pazush.sk и так далее. Иногда самым большим проблемом является возврат депозита. Вот вам это очень советую. Важно иметь условия в письменном форме, чтобы были безопасности в таких случаях. Залог возвращается после того, как арендатор объявит об отказе от договора в правильной форме, и период отказа истечет. Последняя инстанция – это юрист и суд. Вот я вам скину ипотеку для иностранцев. Это на страничке www.pazush.sk И вот я вам что-то расскажу об этих ипотеках. Если иностранец хочет взять ипотеку, то банк возьмет во внимание три вещи. Это состояние иностранца, так тоже квартира или дом, который он хочет купить. И вот третье – это какой вид ипотеки. Есть много других факторов. Недвижимость должна быть оплачена полностью к 65 годам. А у иностранца надо, чтобы было высшее образование, так тоже и работа и контракт. Банк запрашивает 20% оплату от иностранца. И также может быть другой подход в зависимости от страны происхождения иностранца. И, например, если иностранец из Ирана, Ирака или страны, которая не входит в Европейский Союз, то большой шанс, что он эту ипотеку не получит. Если вы ознакомились и вам видео понравилось, так поставьте лайк, коммент. И пока! До следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok